Так от Одесского морвокзала отправляются четыре бронированных катера Никополь, Лубны, Выжгород и Кременчук. Именно такие имена им сегодня присвоили. Четыре бронированных артиллерийских катера, построенных на нашей промышленности в заводе Кузнею на Рибальскому, которые сегодня будут получены по честному номену. Кременчук, Лубны, Выжгород и Никополь. Самые эти назвы сегодня появляются на бортах наших катерев. На завершенный этап вышли мы сюда их государственное выпробование и на ближайшее время они введут в корабельный склад наших военно-морковских сил. Морпехам, которые отличились, вручают медали и грамоты. Большинство из них прошли службу в зоне АТО. Был в зоне АТО, находился, в 137 батальоне, с нашим батальоном. Проходили службу, слава Богу, вернулись, повернулись додому, живы и здоровы, но не все. Ну и, если командование считало нужным дать эту нагороду, вот же, так оно и есть. С наступающим днем вооруженных сил Украины поздравили морских пограничников. Им вручили новое оборудование, которое передали военные США и Норвегии. С позитивной получностью защитные шоломы, засоби фото-видеофіксации, навігации и другие. Водолазная часть подраздела используется для проведения поглядей подводной частини суден, которые заходят в порты Украины, а также для пошуку объектов правопорушения под водой. С наступающим праздником вооруженных сил Украины поздравляют Анна Граденцева, Юрий Шинкаренко, телеканал «Репортер». Продолжение следует... Продолжение следует...